И Сына, и Святого Духа. Книга Соломонова «Экклесиаст», первая глава, второй стих. «Суета, сует», сказал Экклесиаст, «суета, сует, всё суета». Ещё несколько мест прочитаем из этой же книги. 14 стих этой же главы. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот всё суета и томление Духа». 2.1 «Сказал я в сердце моём, да испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и эта суета». 11.26, это 11.26 стихи второй главы. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот всё суета и томление Духа». И до 12.26. Подряд? Да, прям вот это мы прочитаем. «И нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» «Видел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. У мудрого глаза его, в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моём, и у меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моём, что и эта суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. И в грядущие дни всё будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. Ибо всё суетает омление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет, он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать всё человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. 3.19 Потому что участь сынов человеческих, участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что всё суета. 4.4 Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. 6.2 Бог даёт человеку богатство, имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чём, чего не пожелал бы он. Но не даёт ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Мы прочитали только из одной книги. У Соломона, а у Соломона здесь ещё есть притча Соломона, 32 раза он говорит слово «суета». А что такое суета? Это беспрестанное шатание из стороны в сторону. Человек ищет, успевает, потом смотрит, а ничего этого не надо было делать. А Марфа заботится о многом. А нужно только одно. И Мария избрала богую счастье. И вот здесь он царь Соломон. Премудрия его никого по сегодняшний день нету. И однако он всё стал рассматривать. Вот собака и я. И так же умру, и учатся одна и та же. Нет преимущества перед собакой никакого. Перед кошкой, перед животными, перед птицами. Всё так же. Считаешь, доктор наук. Лауреат Нобелевской премии. Умер, и как будто его никогда не было. А что тогда нужно, что мимо суеты? А написано, всё видимое, временное, а невидимое, вечное. А вот вечного, вот этого надо искать. А что такое? Святые находили это. В первую очередь, родитесь выше. Приложи труд, отвергнись с себя, рассобщи своё я. Возьми крест страдания, болезни, которые Господь допускает для тебя. И следуй за ним. Смотри, где кровавые ступни Христа оставили след на земле. Иди этим путём. Тебя будут поносить, бить, издеваться, отрекутся от тебя. Оклевещут и убьют. Но пройдёт время. Златоуз говорит, чем больше клеветы кидают на тебя, это как солома сырая. Пройдёт время, подсушат, и пламя до самого неба будет. Один из философов говорит так. Я тебя не знал, но гляжу, со всех сторон тебя клянут. И я понял, что ты очень хороший человек. Иначе бы столько врагов у тебя не было. И вот отсюда сделать надо сегодня заключение. Рассмотреть свою жизнь. Коротенькая жизнь. Ну, Давидова время было 70 лет, а при большей крепости 80 лет. А до этого жили 969. Даже невероятно. В 10 раз меньше, в 10 раз. И то 96 лет надо прожить. Как они забывали, когда родились, наверное. А уже 800, 900, это они, 969, Моб Саил прожил. А сколько было суетного? И вот он строит храм. Мудрость. Пишет книги библейские. Обернулся, и всё суета. Золото неизмеримо. Царь Давидович готовил. Я посмотрел, и чужой придёт и будет распоряжаться. По-моему, дом будет ходить. Мою постель перетрясёт. Мои записи, над которыми я каждый день смотрел, добавлял что-то. Он сожжёт книжки все эти, распылит. И ничего нигде нет. Вот поставили памятник. Героиня её назвали. Эпистемия, имя-то какое. 10 сыновей. Ушли на фронт. И ни один не догадывался. И дальше сегодня показывает, воспоминает. Как она каждого сына вспоминала. А Павла был такой талант. И опять плачет. Ну почему, Господи, никто. Другой человек. У ней 9 сыновей. И муж. Все ушли на фронт. И все вернулись живые. Раненые были. Пополам бы. Пусть бы у той было. Половина вернулась бы. Ну, а то и бы половина погибли. Нет. У Бога всё вымерено. И почему? Что она сильнее характером, я так и не мог узнать. Осмотрел, прочитал биографию. Я в стороне. Я их не знаю. Их живых нету. А на душе так печально стало. Как она всё время стояла до конца смерти. Всё через награду глядела. Бывало так. Похоронка придёт. Да не одна. А он живой оказался. Потерявший сознание. Его взяли. В госпитале лежит. А там отчёт дали, что он без вести пропавший. Вот без вести пропавшие наши труды и будут. Вот с утра до вечера. Вот начни один день поставь. Сегодня я посвящу тому, чтобы разобрать, где у меня суета. Вот представьте, я читал это в Англии. Спросили, опрос сделали. Вот я жена давно. Да давно. Что бы ты хотел, чтобы не изменилось? Сто процентов ответили, чтобы быстрее одевалась. Не дождёшься, когда она будет. Она посмотрит. Нет, нет. Сегодня на это надо. Сегодня вот это надо. Вот говорят там, жена его какого-то премьера. И сколько у неё обуви было? Там 450 только обуви. В одной обуви дважды она никогда не появлялась. А сколько всего лишнего? Гардеробов. Сколько служанок. И умерла. Прах. Ничего нет. А у другого ничего не было. Он трудился для Бога. Отдал последнее. Всё своё рассыпал. Его вспоминает Филарет Милостивый. И вот как они могли это знать? Средства были. Монастырские двери открыты. Но ему только сидеть там, командовать. Нет. Он выходит, скамеечка стоит при входе в монастырь. И он, видимо, каждому наказывал. Куда пойдёшь-то, может, нищего увидишь. Пришли к нам. И один окормил 3000 человек каждый день. Тысячи. И один раз у него всё-таки 300 человек пришло. Бомжей. Накормить. И он расплакался, сидит. Забыл меня Господь. Прошёл мимо. Он в каждом видел Господа. И в этом суеты никакой нет. Вот мы сейчас прочитали такого мудреца. И он всё вспомнил. И это было под солнцем. Он узнавал про птиц, зверей. К нему приезжала столица Савская мудрость и послушать. И он сам подвёл итог. Всё суета. Вот я смотрю, сейчас он учится петь. Вы думаете, он сразу становится шалятым? Сколько разных было там у него арий таких давал. Пел. Проверяли. Учителя есть. Другой боксером сбьётся. Третий на музыке играет. И всё суета. Наконец-то кончилось. Всё растаяло. Нигде ничего нет. А надо? Надо. Но не столько надо. Мать у нас, я помню, всегда работала. Суеты не могу сказать, что было. Она знала каждое движение. Десять ребятишек. Отец без руки. Инвалид. И половина дня надо ещё на колхоз работать. Двенадцать коров вручную три раза в день подоить. Не одну. Ну, там суетиться некогда. Было суетиться. С этой стороны неудобно. Дай я на эту сяду. А я вот сяду так. Надо научиться делать дело быстро. Интересно. Полезно. И как для Господа. Мы сейчас посмотрим, как смотрели на это святые отцы. В чём они видели суету? Второе законе 32.21. Напоминаю, что я по-другому сейчас рассуждаю. Когда я сам говорил другое дело, сейчас не вижу. Я этим воспользовался. Брат помогает. И в руках Библия большая. И вы понимаете, что с нами говорит Господь. Не я говорю. Дух Святой, написано, начертал вот эти законы. Люди, движимые Духом Святым. Изрекли. И Дух Святой сохранил и довёл до наших дней. Второе законе 32.21. Они раздражили меня не Богом. Суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом. Народом бессмысленным огорчу их. Вступали в пионеры, в комсомол, в партию. Везде этого изверга изображение было. Люди пробивались должность. Наконец добивался первым секретарём. И находясь с генеральным секретарем умер. И поминать нечего. Ничего нет. И все сбежали, куда и дело всё. Расхитили. Взять такую должность. Главное в милиции там. Всё. Под расстрел подвели. Сам себя застрелил. Почему? Поддерживать некому. А человек, который трудился непрерывно для Бога. Его там уже и власти обдирали со всех сторон. Проходит время, опять всё поднимается. Почему? Божье дело. Маленький рассказ такой я прочитал. Один человек много делал добра. А жил бедно. А работал где-то в каменоломниях. И вот знающий его священник стал молиться. Господи, ну дай ему, чтобы он пожил-то как следует. Сильно уж хороший человек и нищим подаёт. И он на следующий день нашёл большой слиток золота. И разбогател, а там может несколько килограмм. И он решил его попроведать. Пошёл, его даже не допустили. Молитвенника этого. Прогнали, да ещё и по затылку дали. Мешайся. Он пришёл. Господи, он такой хороший был. Как же так? А зачем ты просил, когда ты его не знаешь? Господи, сделай его прежним. И наутро у него обнаружи недостачу. Осудили, едва-едва его тюрьму спасли. Это не притча просто, а разговор конкретный. Мы должны научиться видеть во всём промыслительную руку Господа. Мне вот как раз такой рост дал. Я мысленно так слышал, когда поют люди, двое там было, новосибирские. Вот мне бы дал Господь такой дар. Я бы там, где крышу кроет, на боках запел, полгорода услышали. А Господь мне сразу ответил. Я-то дам, а то, что имеешь, отнято днему. Я сказал сразу, нет, не надо, Господи. Иова, семь-три. Иов многострадальный. Тысячная стада у него. Множество работников. И суеты никакой. А он в себе увидел суету. Семь-три. Так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне. Шестнадцатый стих. Опротивила мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Тридцать один пять-шесть. Он сделал анализ тебе, когда его Господь посетил. Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Вот если бы каждый из нас решил так, Господи, вот весы твои, взвесь меня, там правда, а здесь неправда, куда перетянет. И он не боялся с Богом говорить, как говорят, без придыхания. Он прям требует, Господи. Несправедливо меня постигли эти беды. А когда все Бог ему показал, что в его добрых делах где-то что-то, и он сказал, дважды руку положил на уста мои. Я говорил, не разумея, что говорил. Ничего себе не приписать. Тридцать восемь шесть семь. На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Это не то. Двенадцатый стих. Тридцать восьмая глава? Да. Давал ли ты, когда в жизни свои приказания утру, и указывал ли за место ее? Ну прямо об этом говорит. То есть сколько исследований было, когда сегодня в космос летали. Сколько людей погубили этим, а людям там и делать нечего было. То, что люди летали, погибали, там нас места не изминуло нисколько. Как одного тут был такой проповедник, Мартин Лютер. Не еретик, который, а негр, его убили, снайперы. И он говорит, зачем туда лезть, когда на земле еще порядок не навели. Просто и понятно. А сколько всего ушло? Пятьдесят девять тринадцать. Подожди, нету. Нет, нету, это я прочитал. Все, я тоже Псалом считаю. Псалом тридцать, Псалом четыре три. Давид четырнадцать раз говорит о суете. Сыны мужей, доколе слава моя будет по ругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Вот обращаются к людям, любить суету сопряжено с ложью. Чтобы избрали его куда-то, человек, вот сейчас депутаты, сейчас опять будут. Сколько там греха подделывают. Иногда начинают проверять, а там целыми пачками, неразбросанными. Просунули туда, считайте голоса. Суета, сует. Тридцатая глава. Седьмой стих. Тридцатый Псалом. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Вот так. Которых возвышают, поклоняются, отдают честь, суета. Это как идолы. Идолом может быть работа любимая. Когда человек и дома некогда, и помолиться некогда. Я работаю. И теряет все. Внезапно все кончилось. Я разговаривал с такими, трудоголиками называли. Все было в руках. Внезапно все отнималось. И притом через детей. Я говорю, какая цель жизни? Детей воспитать. Это самое ненадежное. Ты их не воспитаешь. Вы слышали это о беде, которая в Казани была? Мальчик. Девятнадцать лет. В этом лице я учился. Взял ружье. Взрывчатку сделал. Бомбу. И пошел стрелять. Начал в класс. Зашел в учительницу, убил учеников. Сейчас гудит буквально. Все смотрит, кому продавать, не продавать. И это как-то нас коснется тоже. Смотреть будут, проверять всех, глядеть. Сколько суеты. И спрашивает меня, какая причина. Не знает Бога и страха Божия. И что он? Он считал и слышал. Он прямо сатана. А сатанелы, как он дальше допрашивает. Видно, что страшно одержимый. Пару слов не можно сказать безматерно. Его взяли. И он крупно написал, когда пришел Бог. Ему кто-то сказал, что ты Бог. И он пошел громить подряд не где-то, а в школе. Сколько их людей убило, и взрослых, и детей. 38-12 псалом. И 6-7 стих можно просчитать. Вот ты дал мне дни, как пиаде, и как и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает. И не знает, кому достанется то. 12-й стих. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Вот сколько всего придумали. От моли никак не избавиться. От ржавщины никак не избавиться. И от вора. Вот три. Как будто тысячи лет прошло, от воров не могут избавиться. Всюду везде воры. Продают все, покупают все. Стонут буквально все. Я много сижу в интернете. Выступает священник, выступает архиепископ. И говорит, более богатой страны нету. Такие гедры. И более бедного народа нету. И уровень жизни, и срок жизни, все. Где-то с Конго только можно, на 54-м месте. А если ты славишь Бога, ты будешь Бога благодарить за то, что есть. У других этого нет. Если Господь благословит, думаю завтра сказать вам слово о войне. Помолите, чтобы... Вы знаете, что в Израиле настоящая война идет уже. Уже дело идет самолеты, ракеты. Все. Все. Дальнее бьет артиллерия. Бьют они там этих арабов, арабы их. И уже на это Турция просят войска ввести. И уже с Путиным договариваются. Америка за кого заступается, все противоположное. Библия нам это сказала. Не ужасайтесь. Помолитесь, чтобы до нас дошло, чтобы мы научились благодарить. В какой тишине мы здесь живем. Я вот с мусульманами встречаюсь, я говорю, мы живем в Барнауле. У нас здесь захвата заложников нету, ни разу не слышал даже такого. Взрывов нету. Головы не режут. А у них мечеть. Нас Баварин собирал все время у себя. И мы, как одна семья, живем здесь. Вообще нету. Чтобы они пришли у нас, стреляли в храме, или мы к нам пошли к ним. Что это такое? Я для себя имею, что расстрелянные монахи, монашки, которые у термы были, где источник бьет, молитва их очень близка к Господу. Их просто вывели из монастыря в Краснобесе, всех расстреляли и все. А там источник пробился, весь город едет туда. 59-13. Значит, ненавидеть надо поклонение, суетное. Вот все это, что там было. Подай нам помощь, тесноте, ибо защита человеческая суетна. Мне бы не случилось, какая беда. Хорошо, когда есть у тебя заступники, явятся все. И все-таки защита человеческая суетна. Сегодня он за тебя. А завтра говорит, а я его не знаю. Ну, я так пронадеялся на это. Он говорит, ну и что? Что я за тебя? У меня с должности снимут. Я знаю, как к вам относятся. 61-10. А надеяться на Господа – это истина. Все остальное – суета. То есть бесполезное шатание. Писать я пишу. Расскажу завтра, что со мной делают. С телефона деньги официально снимают. Власти. Где мы не живем уже 20 с лишним лет. Из-за панели, из-за все. Дом к разрушению. Аварийный. Там даже никак не снимают. И все, и нигде не добьешься. С кабинета в кабинет. И каждый месяц снимают. А я и знать не знал. Счета у меня нету. Сыны человеческие только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Пустота вообще нету. Они все вместе. Вся эта... Что там есть? Кабинеты забивают. Легче пустоты. Нашелся человек, который пытается ходатайствовать. Ты ничего не сдвинешь, никого не найдешь. Ну, грабеж. Минимальная у меня пенсия. Меньше моей не получает никто. И официально снимают с телефона. Я ничего не могу сделать. По сегодняшний день. А почему? Считай и понимай. Это суета. Это пройдет. И это пройдет. Да благослови ты их, Господь, и вразумит. 88-48. Вспомни, какой мой век. Так, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих? Обо всех забота. Сотворил. А мы раз не знаем. Суета, сует. Но не на суету Бог сотворил. Это мы ее сами привлекли. 93-11. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Мысли никто не знает, но можно даже не знать, они суетные. А вот когда заботишься о больных, помогаешь, трудишься для Бога, все это перемежается молитвой, как у Антония. Суеты нигде больше нет. Каждый шаг вымерен. Почему некоторые много успевали делать, стали за ними наблюдать. Каждый шаг они знают, должен ли он на дело сделать. Мне приходилось, даже хронограф присылает, почему у тебя так много сделал, а тот рядом не сделал. Суеты не должно быть. Ты туда идешь, ты знаешь, завтра туда идти, кое-что успеет туда перенести. Обратно пошел. И ты должен даже просто пойти вызвали. Что-то возьми и принеси, и сделай, чтобы два раза не бегать. 118.37 Отврати отчимы, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем. Заботится. Мы читаем псалтырь. 14 раз в псалтыре только говорится о суете. 138.20 И ни разу не остановимся. Слова-то идут эти. А ты остановись, рассмотри. Возьми бумагу, напиши. У меня было такое. На стройке стали удивляться, что у меня 280-300% выработка. Прислали? Стресса человека, она сидит с бумажкой и записывает, куда я пошел, во сколько. И каждый раз спрашивает, а почему вы это делаете? Им надо было узнать, как так. Едва-едва 100% делают, и все. Это опыт и доверие Богу. И ни одного перекура. Это для Бога, когда ты будешь делать, ты испытаешь эту благодать даже в работе. А человек суетится, он просто мешится. И апостол Павел про это говорит. Суетятся и ничего не делают. 143.8 От которых уста говорят суетно, и которых десница, десница лжи. Видите, он как увидал. И суетность, и десница, освещенная правая рука, и десница лжи. То есть он и подписывает все фальшивое. Сколько мы такого испытали везде. И сегодня заново пытаются переиграть. Сколько людей погибло из-за ложных указов. Это сегодня только видят, как по Тржевам. Убитые лежали один на один, в три засыпано все. Больше миллионов потратили на один город. Сегодня, когда все стали опубликовывать, да не может быть, Господи. Да что же это, да как это можно было. Полмиллиона почти положили на один город только. А он и не нужен был. И так войска были в три раза больше. Сдался бы и все. А дал указание сверху человек. Мне нужно, чтобы к маю было это. И вы в жизни своей так посмотрите. Что-то мы делаем. Сколько движений лишних. А может вот это я делаю, сажу. Может это не надо, а может без этого можно обойтись. Как не начнешь говорить, для молитвы времени нет. А я не успел встать. А почему раньше не лечь? А я не успел сделать. И все-таки надо пересмотреть, составить такой график, чтобы тебе и ночная молитва была. Пусть краткая, как у нас то поклонная. Не больше десяти минут. Но поминает всех. Приджа Соломона, 13.11. Один раз прослушайте это, чтобы увидеть, как люди разбирались. Суета где? И в поклонении. Все суета. 13.11. Богатство от суетности истощается, а собирающим трудами умножает его. Понятно нам это? 38. 38. 38 стих. Приджа Соломона считаем. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насочным хлебом. И нищета, а то, что я не смог разобраться с этим. А нищета, значит, никому ты не подашь. И богатство суета. Ни того, ни того не давай, Господи. Чтобы все было, и было еще уделить нуждающимся. А мы об этом просим, чтобы Бог умудрил правителей, чтобы мудрые законы издавали. 31.30. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот разные там делают какие-то соревнования. Она красавица, мисс, цариста. Там на зовут проходит короткое время, ничего нет. Считаешь, даже страшно. Действительно, она красавица. В Барнауле такая есть. Прошло уже лет 25-30. Ее спрашивают, берут у нее интервью. Как вы так смогли это достичь? Она говорит, тут все делается через постель. А у меня дядя был строгий. Он меня ни на шаг не отпускал. И она оказалась первой. И не согрешила нигде. А все остальное суета и даже не вспомнится. Обманчиво. Уже проходит какое-то время. Посмотри на фотографию. И все спрашивают, а ты? Рядом стоят и ни на что не похожи-то. Куда все делось? Сила какая была. Вот считаешь, там разных подобных. Первый борец в мире. И в конце оказывается, запахлебка идет и просит. Ничего нет. Везде его обманули. Все с него сняли. Совершенно беспечный человек. Римлянам. Нет. Исайя 5.18. Мы сейчас посмотрим, как пророки говорили. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие верами суетности. И грех как бы ремнями колесничными. Как запряженный. Уже мимо грех идет, все равно подвернет его, на себя потянет. Иеремия 2.5. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня. И пошли за суетою и осуетились. Смотришь, сколько людей неверующих. И причина одна всех неприятностей, что люди не знают Бога. Иоанн Заталус просто говорит. Тебе некогда просто. Нет времени сделать. Не хватает. Да не хватает. Пойди в храм. У тебя на все будет хватать времени. Да и наоборот это уже выщеркнуто. Я сейчас еще не делаю. Ты этого не знаешь. Бог благословит. Переделывать не будешь. Заливать тебя сосед сверху не будет. Поджигать. Все встанет на место. Возьми соучастники своего дела Господа и запиши сразу. А сегодня людям говоришь. А почему я должен платить десятину? Да она тебе не принадлежит. Бог ее приложил. Он не говорит. Ты жадный не даешь. Он говорит. Обкрадывайте меня. Это мое. Вы воруете. Меня обкрадываете. Так трудно человеку это доказывать. Римлянам 8.20. Это уже в Новом Завете. Вся суета перешла к нам. Потому что тварь покорилась суете недобровольно. Но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, от лению, свободу, славы детей Божьих. То есть лошади, слоны, они все подвержены этой суете. Гоняют, скачки устраивают, работают. Корен от плохо. Придет время, они будут освобождены от этого. Свободу, славы детей Божьих. Когда человек прославится, Господь его возвысит, и тогда тварь ему не нужна помогать. А как там будет? Вот хоть бы один человек сказал. Какие есть фантазы? Вот есть слово суета и есть мечта. Ни разу в Библии положительной нет. Везде отрицательной. Суета всегда отрицательная и мечта всегда отрицательная. Я стал исследовать, смотреть. Ну, вроде неплохо. А какая у вас была мечта? А потом посмотрел это слово вычеркни. У меня была надежда, что я достигну вот такого. Так можешь сказать. А мечта нет. А то мечтать или обманщики. Первое корейцам 3.20. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Уствование. Это выжас какой. Не просто ум, а умствование. Он думает вот так, сколько бьются. У меня знакомый, близкий, молодой парень работает в исследовательском институте. Я говорю, что вы изобрели? Такое, чтобы мне как-то жизнь облегчили. Но ничего такого и нет. А это целые коллективы работают. И там они защищают и докторские, и кандидатские. Где спрашиваешь, а кто это сделал? Он не может назвать, кто уже сделал. И которым мы не пользуемся. Которые не могут еще и применить в жизни. У меня тут один доктор технических наук подарил свою книгу. Я ему подарил. Он говорит, все равно вы ее считать не будете. Я открыл, и правда, там одни математические выкладки, все эти гиперболы. Другой врач точно так же. Я говорю, как, а как, лечить-то не умеют. И поэтому скорее надо что-то резать, защитить кандидатскую. Ему за это платят. Я прочитал, когда за рубежом, как они делают. Он говорит, у меня сноха по пульсу своему узнает, кто у ней. Уже где-то на четвертом, что ли, месте беременности. И не где-то, а где-то в Таиланде. Второй офис с Аликисом 3.11. А сколько очередей к врачам? Сколько мешается? Я говорю, одна сорушня говорит, прямо с утра до вечера, прутает, избавления нет. Стоят, я каждому говорю, не ходите, сегодня от вас быстро избавиться можем. Не ходите, сидите дома. За 60 лет завернула, господи, дай силы, чтобы молодые не болели. И вот все время стонут, как встретятся пенсионеры, а сколько получаешь? Второе, а как болеешь? Когда скажу, что я не болею, как не болеешь? Не болею. А что, где болит, так это износилось уже, старенькое. Второе, с Аликисом 3.11. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, а суетятся. Ничего не делают, а суетятся. Понимаете, как это все близкого нас бывает. Титу 3.9. Глупых же состязаний, родословий и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Вот и все. Сегодня, знаете, вот везде в трамваях стоят глазки, люди забывают про них, а она все снимает. Вот она подходит, кондуктор показывает. Ты почему без маски? Что она не слышно говорит? Пенсионерка. Она ее начинает пинать со всей силой, ногами. Буквально топчет. Кто там помог или нет. Другой случай был, так же он стал приставать, оказался не тот. Выскочил на улицу, он сразу зарезал его. Сколько этой беды. А эту женщину уже сняли с работы. Зачем она била эту инвалидку? Сейчас мы, сколько суеты. Устраиваемся на работу, а работы мало где есть. А ведь в нашей жизни что-то бывало такое. Мы не применили ноги, пинать никого не стали. Мне уже не один раз пишут об этом. Помолитесь. На работе сначала требовали, чтобы прошли тестирование. Я прошла, говорит, не тронули. Второе сейчас прямо уже пишет. Ну, помолитесь за меня. Выгоняют с работы за то, что я укол не принимаю этот. Я, говорит, не стала. Чуть не на следующий день начальность, которая этого требовала, ее уволили. Меня, говорит, опять не тронули. Одного из-за бороды настаивали. Потому что ты работаешь, тебя все видят, ты на народе в аэропорту. Людям там помогать, садиться или что, я не знаю. И у него борода. Ну, подправьте, я не могу, я православный. И замначальника все силы приложил, чтобы убрать. И вдруг указ этого, который гнал его, его убрали. А у которого борода осталась, его повысили в должности. Но только молились все отовсюду, из-за границы. Сколько у нас молитвы идет. Каждые два часа молитва идет. Я благодарю Бога, что нам Господь это открыл через Солнце, чтобы не было суеты. Что ты делаешь? Звонок, который, содружество интернетное, у всех зазвенело сразу-сразу на молитву. Спрашивают братьев, кто будет сейчас сегодня молитвой молиться? Если нету, к сестрам. Кто будет? Так? Вы знаете, как Господь это сделал. Благодарю. Мы вас помним, все, кто помогает. Чтоб Господь благословил. Будьте на дорогах аккуратны. Богу слава. Благодарю.